Рекомендую вам канал под названием Jabbix. На этом канале парень делает отличные качественные обзоры и распаковки электроники. Также делает крутые обзоры на тачки, причем довольно дорогие тачки. Если вам эта тема интересна, то советую подписаться. Ссылка в описании. Всем привет, всем привет! Меня зовут Максим Шубин. Сегодня, ребята, очень интересная игра. Очень интересная игра. Мне кажется, в эту игру больше играют все-таки девочки, но она будет очень интересна, думаю, в том числе и мальчикам, во что уже играют девочки, ребята. Причем это довольно-таки откровенная игра, поэтому кому 18 лет нету, советую все-таки, наверное, закрыть этот ролик, ребят. Советую закрыть ролик, не смотреть его. А кому есть 18 лет, ребята, погнали, продолжаем. Итак, все, начали, 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 начали. Я больше заинтересован в любви, похоти или в тайном романе? Конечно же, в похоти. Хотя, конечно, чувачок смотрится как-то странновато для похоти. Хотя, в тихом умом, черти водится. Такой сразу, оп, подвигнул. Я бы развлеклась с одним любовником. Несколько любовников. Ну что? Давайте, знаете что, все-таки для начала один пусть будет любовник, для начала один. Хотя бы с одним-то справиться, а то мы неопытные еще. Так, мне бы хотелось загадочный миллионер, требовательный босс. Пусть будет требовательный или загадочный миллионер. Путы. Короче, требовательный босс. Вот, требовательный босс. Хочу, нравится. Например, мне улыбается. Мой коварный миллиардар. Глава первая. Интригующее предложение босса перенет твой мир с ног на голову. Ну что ж, здесь нужно, собственно, выбрать чувиху, за которую мы будем играть. Ну, собственно, а что здесь мы можем выбрать? Вот такую азиатскую больше, латиноамериканскую, либо, 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 как это, негрой на расы, короче, вот. Кого бы нам выбрать? Угу, угу. Ну, пусть будет, например, вот такая вот деваха, пусть будет красивая. Милый, простой, обычный, великолепный повседневный образ. Так, а мы тоже здесь можем, соответственно, поменять. Так, а мне нравится, ребят, мне нравится. Так, получить это уже премиум. Премиум кудри, афрокосички. Ну, нет, все-таки не мой, не мой стиль. Неплохо, в принципе, неплохо. Но, опять же, получить за 10 каких-то там рубинов. Короче, мы вот можем еще такую афропучок. Мне, не знаю, мне нравится афропучок. Пусть будет афропучок у нас. Так, платьишко, платьишко, платьишко. Какие мы здесь можем? О, стоп. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такой офисный прям стиль. Африканско-офисный стиль. Почему африканский? Потому что это какие-то бусы. Это, по-моему, что-нибудь такое африканское. Так, значит, бейба либо такая, либо такая. Пусть будет более скрытая такая, знаете, такая загадка. Женщина-загадка, вот да. Готово. Тебе нравится, как ты выглядишь? В принципе, да, мне нравится. Анна. Пусть будет как-то Аннабель какая-нибудь. Аннабель, да. Отлично, Аннабель. Так. Нам могут, кстати, 8-мас плюс рубить. Поэтому, ребята, распространите максимальный ролик среди своих, по-моему, совершеннолетних, короче говоря, друзей. Вот. Глава первая. Мой горячий босс. Так, а дальше... А, надо... Я сейчас такой жду. Эллиот. Так, не надо по-другому. Эллиот, я знаю, что ты там. Я не уйду, пока ты не выйдешь, не возьмешь на себя ответственность за свои действия. Аннабель. Моего мужа нет дома. А теперь, пожалуйста, уходи, пока я не вызываю полицию. Или полицию. Ты прям мечтаешь об этом? Да? Но я не уйду, пока Эллиот не узнает, что он со мной сделал. Что же он с тобой сделал? Он ведь не все рассказал тебе о той ночь. Что ж, не пояснилось тебе, дорогуша. Я беременна. А он отец моего ребенка. Уууу! Она беременна? Я так понимаю, это ее мысли. Но я тоже беременна от него. What the fuck? Два месяца назад. Нехилую нам завязку показали. А-а-а, ну и жеребец, как говорится там. О-о-о-о, вот от скачки, вот от скачки. Ну что ж, а я вхожу в кабинет с максимально невозмутимым выражением лица. И игнорирую любопытные взгляды присутствующих. Быстро вытащив записи. Начинаю вводить данные в компьютер. Никогда больше не поеду на автобусе. Полчаса спустя, осознав, что едва добровась до седьмой страницы документа, я раздраженно вздыхаю. Еще столько работы? Как я вообще все успею? Аннабель, соберись. Ты можешь это сделать. Тебе нравится эта работа? И ты не можешь позволить себе потерять ее. И тут вибрирует мой телефон. О чем я подумал? Должно быть это ты и я. Стоит ли мне прочитать сообщение? Конечно, прочитать, камон. Естественно. Привет, подружка. А что, надо что-то написать, что ли? Просто хотел написать и поздравить. Привет, ты и я. Поздравить с чем? Ты уже месяц работаешь на Элита Андерсона. И у тебя до сих пор не увалили. Божечки. Ну спасибо, что веришь в меня, Тея. Ты знаешь, что я не... Я не это имела в виду. Ты первая помашница за год, которая поддержалась так долго. Точно. Он меняет подчиненных с такой же регулярностью, с какой чистит зубы. Поверь мне, я видела это собственными глазами. Так что, напоминаниях не нуждаюсь. Думаю, ты можешь себе это позволить, когда ты известный музыкальный продюсер и красивый холостяк номер один. По крайней мере, если верить в сплетнице. Говоришь, как ходячая реклама. Но я тебя поняла. Работать на Элита не так-то просто. Ему очень трудно угодить. Даже не занимаюсь. Тея, ты такая грубиянка. Ладно, мне пора. Элит зовет к себе. Ого! Не забудь про защиту. Так. Отлично. А вот и сказочке конец. Конец? Я вхожу в кабинет Элита и вижу, что он просматривает какие-то бумаги. Вы хотели видеть меня, сэр? Он поднимает глаза и пронзает меня взглядом. Выберите своего Элита. Выберите своего Элита. Слушайте, блин, это на самом деле странно. Мужику! Выбирать мужика. Ну да ладно, мы в игре. Нормально. Имитируем. Так. Ну пусть будет азиат. Сто процентов подбор. Да. Присаживайся. Элит откидывается на спинку стула и скрещивает руки. Его губы сжаты в тонкую линию. А смотрит он с прищуром. Азиат, камон. О, нет. Это оно. Меня сейчас уволят. Едва перебирая ногами, я сажусь перед ним. Мистер Андерсон. Пожалуйста, позвольте мне постаться. Вы совершаете ошибку. Сегодня прекрасно выглядите. Ну, да. Вы сегодня прекрасно выглядите. Я же вас выбрал. Сегодня. Сделать два выбора позволяем. Вы выполнили два задания. Отлично. Мне очень нравится ваш галстук. И ваша кожа, она фантастическая. Какие средства, походу, вы пользуетесь? Мылом. О, какое-то особенное мыло? Аннабель. Что ты несешь? Я испугалась, что вы собираетесь меня уволить? Я хорошо справлюсь своей работой. Если вы просто дадите мне шанс. Аннабель. Пожалуйста. Прекрати болтовню. Она сигунду замолкает. А потом продолжает. Я не собираюсь тебя увольнять. Не собираетесь? Нет. Так что успокойся и дыши. Ты еще помнишь, как это делается? Сейчас, закрыв глаза, я делаю вдох. Я даже не заметила, что сдерживала дыхание. Через мгновение я открываю глаза и замечаю, что теперь он гораздо ближе. Склонившись над столом, он внимательно наблюдает за мной. Потом он проводит рукой по волосам и вздыхает. Мне хочется сделать то же самое. Возьми себя в руки, женщина. Я не должна строить глазки своему боссу. Глазки ничего такого нет. Я делаю еще один глубокий вдох и быстро моргаю. Стараюсь избавиться от охватившего меня чувства. Так. Зачем вы позвали меня? Завтра. Я иду в Лас-Вегас, чтобы получить эксклюзивный контракт с новой поп-звездой певицы Эмми Харт. Звучит неплохо. Я обо всем позабочусь. В этом я не сомневаюсь. Мы вылетаем завтра. Можь заказать билеты. Прошу прощения. Вы сказали мы? А что? Это проблема? Есть ли у меня какие-то возражения против поездки с босса в Лас-Вегас? Ага. Конечно, нет. Конечно, нет. Я просто не знал, что буду отправляться с вами в поездки. Конечно. Ты же моя помощница. Я не могу держать улыбки. Минуту назад я думал, что меня уволят. А вместо этого еду в Фегас. Аннабель? Да. Ты можешь идти? Да, конечно. Пойду и закажу для нас билеты. Первый класс. Конечно. Я иду прямиком в свой кабинет и сразу же принимаюсь за дело. Если вы понимаете, о чем я. Ну что, на следующий день. Так. На следующий день надо продолжить. Когда мы набираемся до отеля, я сразу же иду на стойку регистрации за ключами. Я нахожу Эллиота в лобби, разглядывающую картину с обнаженной женщиной. Едва я оказываюсь рядом, он переводит взгляд на меня. Боже мой. Здесь так красиво. Но Эллиот, кажется, не впечатлен. На этой картине пыль. Разве? Я ничего не вижу. А музыку ты слышишь? Он фыркает. Могли бы придумать что-нибудь получше этой ерунды, играющей на повторе. Честно говоря, я не против. Все равно, я не могу позволить себе ничего из этого. Даже самолет был потрясающим, а я взяла эконом-класс. Кстати, об этом. Когда я сказал первый класс, я имею в виду и тебя тоже. Ого. Неужели? Типа, раздеваться по моим щекам, он хотел, чтобы я была с ним? Стюарт все спрашивал меня. Какое кофе я люблю? А я совершенно забыл. Уже сто лет мне не приходилось спинать такие ненужные детали. Краска отливает от моих щек. Ну, конечно. Дело вовсе не в моей компании. Как мне отреагировать? Извините, пошутить. Пошутить? Естественно! Простите, сэр. Должно быть, вам пришлось приложить неимоверные усилия. Элиот ухмыляется. Я на забавляюсь. Мне нужно кое-что обсудить с тобой. Пойдем найдем наши номера. Я отбираю дверь в номер 105. Думаю, это мой. Я вхожу, и мои глаза расширяются от удивления. Мой гостиничный номер вообще не номер. Это долбанная квартира! Так, похоже, это не мой номер, мистер Андерсон. Наверное, я случайно перепутал ключи? Нет, это твой. Мой дальше по коридору. Но... Какие-то проблемы? Просто я уверена, что бронировала себе номер поменьше и гораздо дешевле. Я взял другой. Мне нужно, чтобы ты была на одном этаже со мной, если понадобишься. Тебя что-то смущает? Зачем он вообще бронировал мне номер? Я думал, это моя работа. Ох, спасибо. Не будем отказываться. Нет, а что вы, никаких проблем. Номер просто фантастический. Большое вам спасибо. Не за что. Или бросает взгляд на свой ролекс. Мой ролекс. ОК и Сиоми. Мое дело встречи не должна затянуться. Давай встретимся за ужином. Скажем так, через час. Да, конечно. Ого. У меня ужин один на один с Элитом. Ай-яй-яй-яй. Похоже, он прочитал мои мысли, потому что быстро добавляет. Конечно. Мы будем не одни. К нам присоединится мой друг, Пол Уинстон. М-м-м. Траньячок. Эм-м. Ладно. Хорошо. Отлично. Принарлись. Увидимся через час. До встречи. Я еле смогу оторвать восхищенный взгляд от его задницы. Пока он уходил. Че? От его задницы. Подождите еще раз. Я еле смогу оторвать восхищенный взгляд от его задницы. Пока он уходил. Черт. Этот мужчина секс на палочке. Я встряхиваю головой. Мне нужно перестать совпадать на него. Полчаса спустя. Приняя душ, я перебираю наряды. Хм. Что он мне надеет сегодня вечером? Элли отвелел нарядиться так, что я должна выбрать что-нибудь потрясающее. Ох-ху. Так, спокойно, спокойно. Мне просто очень нравится. Ну правда, это... Это вау. Вау. Что-то простовато слишком. Неплохо, в принципе. А, нет. Ну, как-то... Нет. Неплохо, в принципе. Так. Дабы сэкономить, все-таки мы... Вот это хорошо, но мне, наверное, больше даже это нравится. Но все же я выберу это платье, оно тоже хорошо. Оно неплохое. Это наряд именно то, что я хотела. Уверена, что Эллиот будет впечатлен. Едва я заканчиваю накладывать макияж, раздается стук в дверь. Входите, открыто. Входит Эллиот с нечитаемым выражением лица. Он осматривает меня с головы до ног и какое-то время молчит. Вам нравится? Спрашиваешь, моего одобрения, Набель? Возможно. Какая замечательная чертов помощница. Знал, что не зря тебя нанял. И это возможно, но вы все еще не ответили на мой вопрос. Его улыбка наводит на размышления. Ты выглядишь потрясающе. Романс плюс. Лайк, подписка, не забывайте. Также колокольчик ставить. Взгляд, которым он меня одаривает, отдается трепетом между ног. Так, я последний раз смотрю в зеркало, пытаюсь успокоиться и направляюсь к двери. Как прошла ваша встреча? Ничего особенного. Жаль это слышать. Он выжждающе протягивает руку. Удивленный таким интимным жестом, я вкладываю свою руку в его. Как-то так. Сделать остаток вечера незабываемым. А давай сейчас спустя. Я кладу вилку на почти пустую тарелку и удовлетворенно вздыхаю. Этот ресторан просто потрясающий. Я никогда раньше не была в подобном месте. Пол, друг Элиата, останавливается с вилкой на полпути к рту. Пол, Элиат, ты никогда раньше не водил свою красивую помощницу в ресторан? Зачем мне это делать? Я никогда не приглашаю своих сотрудников на ужин. Некоторые могут это неправильно понять. Думаю, если бы ты так делал, они испытывали бы тебе больше симпатии. Мне все равно, испытывают они ко мне симпатию или нет. Они делают свою работу, а я им за это плачу. Я не смешиваю бизнес с удовольствием. А потому, как он смотрел на меня в номере и не скажешь. Но может быть, мне только показалось. Как скажешь, приятель. Если ты всегда такой грозный, неудивительно, что они все постоянно увольняются. Ты вообще уверен, что Аннабель не принесла с собой сумочки заявления? Пол явно шутит, но Элиат не выглядит веселым. Поэтому я быстро меняю тему. У вас есть какие-нибудь планы после ужина? Вообще-то да. Мы с Полом пойдем в казино. Занятно. Я бы тоже попробовал поиграть, прежде чем лечь спать. Мне везет по жизни, так что думаю, я смогу заработать хотя бы несколько долларов. Неужели? Он смотрит на меня с интересом. Я решаю быть смелой. Мне удалось продержаться на работе больше месяца, так что да. Хорошо. Тогда давай проверим эту теорию. Тон его голоса дразнящий, но глаза смотрят с вызовом. Что вы имеете ввиду? Как насчет того, чтобы сыграть сегодня роль моего талисмана? Рядом с тобой я ведь не смогу проиграть, верно? Я обдумываю его предложение, пока я взгляд обжигает мою кожу. Неужели он только что пригласил меня провести с ним вечер? Ведь буквально минуту назад он говорил, что никогда не проводит время со своими помощницами. Может быть это шанс понять, было ли то, что произошло в моей комнате, реальным или нет? Стоит ли мне провести вечер с летом? Ну что ж, друзья мои, мы не зря сэкономили на платье, не купили самое дорогущее. Потому что мы можем принять его предложение, потому что у нас хватает кристаллов. Все, принимаем. Ну, я думаю, стоит. Хорошо, мистер Андерсон. Я принимаю ваше предложение. Хороший выбор, мисс Майерс. Я отодвигаю. Тарелку и чуть не скакиваю из-за стола. Чего же вы ждете? Пойдемте сорвем куш. Пол усмехается. А мне нравится ее энтузиазм. Думаю, с этой тебе повезло, Элит. Элит снова смотрит на меня и, клянусь, я вижу намек на улыбку. Да, думаю, повезло. Мы с Элитом вот уже несколько часов проводим за столом казино. Он, оказывается, прав. Мы получаем такую гору фишек, что ее даже не унести одному человеку. Крупья просит нас прекратить игру. Поэтому мы обналичиваем свой выигрыш и садимся за коктейли. Как все сказочно. Сегодняшний вечер... Сегодняшний вечер просто космос. Где ты научилась так бросать кости? На кладбище. Ой. Ну, это обычное дело, знаете. Нет, не знаю. Ты угадала все нужные карты. Даже само количество раз, когда тебе выпал джекпот. Это что-то иное, как маги. Что-то витает сегодня в воздухе. Может быть, это наша полоса везения или химия между нами. Но я чувствую себя намного смелее, чем обычно. Поэтому я улыбаюсь ему. Хотите сказать, что я ведьма? Если ты одна из них, пожалуйста, оставайся рядом со мной столько, сколько захочешь. Нам прекрасно работается вместе. Не льстите себе, мистер Андерсон. Я ваш счастливый талисман. Если бы не я, вы бы сегодня ушли отсюда с босовыми ногами. Я делаю готов коктейля, и в его глазах появляется озорной блеск. Ох, ё. Это точно. Ну, так. Кому еще сегодня повезет? Я чуть не подавилась коктейлем, услышав его вопрос. Вы спрашиваете, собираюсь ли я провести с кем-то ночь? А босс ударивает меня невидной улыбкой, но он похож на волка в овечьей шкуре. Такая красивая женщина, как ты могла бы околдовать любого мужчину в этом клубе. Я заметил, как эти джентльмены в баре глазели на тебя с тех пор, как мы вошли. Может быть, ты хочешь, чтобы я не мешался под ногами? Или хочет знать, будет ли у меня сегодня секс? Вау. Только если с тобой. Вряд ли. Зависит от мужчины. А чего мы вообще хотим? Как бы, по жизни мы хотим его. Так что... Давай. Только если с тобой. Это зависит от... Чего? От того, входите ли вы в число тех заинтересованных джентльменов? Хм. Эллиот делает шаг. Он смотрит мне прямо в глаза. И я принимаю вызов. Потом мой взгляд опускается ниже, исследуя изгибы шеи, груди, живота. И устремляется к ногам. Я чувствую горящий взгляд. По всему телу и понимаю, что он без стеснения разглядывает меня. Но прежде чем я успею что-нибудь сказать... Могу я предложить вам еще выпить? Эллиот делает шаг назад. И становится очевидно, что момент испорчен официанткой. Она злобно улыбается мне. И оставляет думать меня, что сделала она это специально. Конечно, я бы не отказался выпить. А ты, Аннабель? Думаю, мне хватит. Уже довольно поздно и у меня болит голова. Пора в постель. О, ладно. Тогда увидимся завтра. Да, спокойной ночи. Ты про ветер с боссами словила удачу. По крайней мере, в чем-то одном. Уходя, я бросаю быстрый взгляд через плечо. Эллиот наблюдает за мной и могу поклясться, что увидела вспышку жара в его глазах. На следующее утро. Ребята, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Друзьям рассказывайте. Клокольчик нажимайте. И давайте как можно больше наберем лайков. Короче, понравилось вам или нет, пишите об этом в комментариях. Мне очень важно. Поэтому, если вы хотите продолжение, то, соответственно, будет в следующей части. Это будет зависеть от количества лайков, просмотров, комментариев. В общем, все посмотрим, ребят. Поэтому подписываемся. Лайки, комментарии. В общем, все знайте. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok